На телеканале РБК Омск новости в студии Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. ВИП-проверка, кто из омских чиновников испугался ЕГЭ. Омский региональный оператор нанял управляющую компанию за 150 миллионов рублей, сообщает СуперОмск со ссылкой на свои источники. По данному изданию, Магнит заключил контракт с фирмой Стандарт Рециклинг Групп, которая зарегистрирована в Ханты-Мансийске. Журналисты портала даже опубликовали приложение к договору, где указаны расценки на услуги управляющей компании. Судя по документу, она возьмет на себя все функции по управлению предприятием. В том числе должна будет обеспечить стабильность и высокое качество оказываемых услуг, заниматься экологическим контролем, привлекать заемное финансирование и обеспечивать правовое сопровождение умского регоператора. За свои услуги управляющая компания, у которой уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей, будет брать 15% от прибыли оператора. Сумма немалая, особенно с учетом того, что тарифы на вывоз мусора с 1 апреля без того существенно вырастут. Впрочем, директор «Магнита» Сергей Шевченко в разговоре с корреспондентом РБК «Омск» эту новость не подтвердил. По его словам, информация, цитирую, «кривая» и никаких контрактов с управляющими компаниями он еще не заключал. Нет, нет этого «кривая» информации. Но на самом деле мы смотрим для себя вариант с управлением. Вариант с управлением мы для себя рассматриваем. Но чтобы там компания из «Антемантийска» была ныне та, уже этого нет. Примечательно, что по данным из открытых интернет-источников, директор «Магнита» компании «Стандарт Рециклинг Групп» имеет самое, что ни на есть, прямое отношение. Еще год назад Сергей Шевченко возглавлял эту фирму, а на некоторых порталах до сих пор указан как ее генеральный директор. Сейчас же единственным владельцем компании является некий Андрей Шершнев, учредитель еще около десятка ООО. С ним, кстати, связан второй владелец «Магнита». Комментируя новость, омичи высказывают опасения, что повторится история, подобная той, которая случилась с «Омскоргазом» Сергея Калинина, который сейчас находится под следствием. Его, напомню, обвиняют в искусственном завышении цен на газ. Якобы аффилированные с «Калинином» компании платили друг другу за транспортировку голубого топлива, и все это закладывалось в тарифы для населения. Однако, уверяет директор «Магнита» Сергей Шевченко, выбор управляющей компанией на тарифы для омичей никак не повлияет. Впрочем, каким будет мусорный тариф в Омске, официально до сих пор не объявили. Сейчас над его формированием работают в региональной энергетической комиссии. В пятницу истекает срок, когда должны будут открыть тарифное дело. Однако, по данным пресс-службы РЭК, скорее всего, цифру снова не утвердят. Региональный оператор в очередной раз не предоставил все необходимые документы. Напомню, директор «Магнита» Сергей Шевченко просит утвердить тариф в 131 рубль с человека. Это выше, чем, например, в соседнем Новосибирске. Тариф на вывоз мусора там утвердили на уровне 92 рублей. Изменения в сборе и переработке ТБО не решают проблему утилизации опасных отходов. В частности, многие омичи до сих пор не знают, что нужно делать с использованными ртуть-содержащими лампами. Об этом РБК «Омск» уже рассказывали в итоговой программе. Главная проблема в том, что на весь «Омск» не осталось бесплатных пунктов приема энергосберегающих ламп. О управляющих компаниях, указанных на сайте мэрии, которые безвозмездно должны принимать от населения опасные электроприборы, уверяют, что никаких соглашений с городской администрацией они не заключали. Тем не менее, сегодня в мэрии еще раз рассказали, что жители многоквартирных домов имеют право принести и сдать ртутные лампы в свою управляющую компанию, поскольку эта услуга уже заложена в оплату жильям, а для жителей частного сектора специально организованы пункты приема. В настоящее время как минимум две организации, это Левобережье и ООО «Содружество» также принимают бесплатно от любого населения ртутные лампы на утилизацию. Если, вопреки словам чиновников, вам все же отказали, жалуйтесь в госжилинспекцию Омской области. Там на коммунальщиков найдут управу и заставят бесплатно принимать отслужившие ртутные лампы у населения. Вбрасывать энергосберегающие лампы в обычный мусорный бак опасно. Содержащиеся в них пары ртути вызывают множество тяжелых болезней, в том числе рак. Проверок не будет, потому что бояться нечего. Чиновники прокомментировали историю с рухнувшей после капитального ремонта крышей. Работу выполняла компания «Монтаж-стройсервис». Напомню, двухэтажки в центре города на днях рухнули потолочные перекрытия. Причем вся конструкция оказалась в жилой квартире. Владельцы чудом остались живы. По словам представителей регионального фонда капремонта, вопросов подрядчиков пока до опубликования официальных результатов проверки нет. По документам все работы он выполнил качественно. Причина ЧП – общий износ дома. Двухэтажки больше 60 лет. Потолочные перекрытия старые и давно отслужили свое. Их замена в программу капитального ремонта не вошла. Сейчас компания «Монтаж-стройсервис» с фондом уже не работает. Находится на стадии банкротства. Ранее она выполнила работу на 44 домах. Жалобы от жильцов были, но не больше, чем у других подрядчиков. К тому же все недочеты оперативно устранялись в рамках гарантийных обязательств. Поэтому причин для проверки качества работ компании нет, считают чиновники. Я думаю, что такого не будет, потому что смысл ходить, обходить какие-то дома, которые он выполнял в работе, если у нас нет жалоб и замечаний. Потому что у нас сегодня на каждом доме есть и собственники старшие по дому, и управляющая компания, которая обслуживает эти дома. И если есть какие-то замечания и нарушения, то понятно, что в любом случае это замечание к нам придет, и мы обязаны будем устранять. К нам в студии присоединяется Дмитрий Пестряков, главный инженер регионального фонда Капремонта. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время к нам прийти. СМИ обсуждают историю с трохнувшим потолком в доме на Красном пути. Как считаете вы, в чем здесь проблема и кто все-таки виноват? Да, я в курсе сложившейся ситуации. Знаете, с сотрудниками моего отдела технического надзора был осуществлен выезд при проведении комиссионного обследования после обрушения. И после ознакомления фотоматериалов я сделал выводы, что капитальный ремонт крыши, который был закончен в 2017 году, никак не повлиял на эксплуатацию сгнивших балок перекрытия. Согласно ведомственным строительным нормам 5888, действующим на территории Российской Федерации, срок службы данных перекрытий составляет 30 лет. То есть дом введен был в эксплуатацию в 1954 году, и эти перекрытия пришли в негодность уже в конце 80-х. Поэтому, если мы обратим свое внимание на фотоматериалы, то мы увидим, что конструкция крыши смонтированной, она никак не опирается на балки перекрытия, и стоит на месте, и обрушений нет. Поэтому это все просто стечение обстоятельств. А в таком случае стоило ли делать капитальный ремонт крыши, если было известно, что балки уже в не очень хорошем состоянии? Ну, фонд, как правило, исполняет краткосрочный план, утвержденный Министерством строительства Омской области. Мониторинг не проводит. И основной документ для фонда – это протокол общего собрания. И как собственникам понимать состояние своего дома наряду с управляющей компанией, которая много лет эксплуатирует дом, и не довести было информацию в тот период, в 2016 году, когда они согласовывали это предложение. Управляющая компания также в этом участвовала. Но сведения в фонде отсутствовали. Кроме того, ранее по 149-му постановлению в рамках отбора подрядных организаций работы все проводились в соответствии с дефектной ведомостью, которая была также согласована собственниками, протоколом общего собрания. И увидеть скрытые элементы перекрытия при капитальном ремонте крыши, а перекрытие не относится к капитальному ремонту крыши. Оно относится к другим конструктивам, которые появились у нас в конце 2016 года в законе Омской области – это усиление несущих строительных конструкций. То есть на тот период, в принципе, фонд не был уведомлен об этой ситуации, и мер никаких, в принципе, и принято не должно быть. То есть все было в рамках того действующего законодательства. А вот, например, можно ли включить в программу те же перекрытия или это невозможно сделать? И почему они не включаются в программу капремонта? На сегодняшний день, извиняюсь, что вас перебил, конечно, на сегодняшний день в конце 2016 года данный вид включен. И не только перекрытия, а все несущие конструкции здания, включая там балки, лестничные клетки и прочее, прочее. Все, что влияет на несущую способность здания в целом и безопасность проживания людей, данный конструктив учтен в законе. И ряд домов сейчас мы проводим только обследования. Далее будут уже разрабатываться проектные решения согласно этих обследований. И вообще будет приниматься мероприятие, стоит ли проводить капитальный ремонт в этом доме или признавать его аварийным. То есть об этом нам скажут специалисты. Поэтому сегодня капитальный ремонт, согласно периоду регпрограммы, на данном доме уже проведен. Следующий запланирован только через 6 лет, с момента сдачи в эксплуатацию. Поэтому, как сейчас будет происходить действие, я комментировать не готов. Может быть, какой-то есть резервный фонд в субъекте и за счет иных источников будет восстанавливаться. А вообще, как осуществляется контроль за проведением капремонта? Кто за это должен отвечать? Допустим, в данном конкретном случае. В данном конкретном случае, ну здесь уже будут разбираться специалисты, эксперты скажут причину для начала. То есть мое мнение сейчас субъективное. Эксперты разберутся, если это было допущено подрядной организацией, в чем я очень сомневаюсь, и я в этом уверен на 100%. Соответственно, ну если это будет так, тогда будут приняты меры. С подрядной организацией будет проведена претензиорная работа. И дальше уже в рамках действующего договора, в рамках гарантийных обязательств. Поэтому здесь еще рано о чем-то говорить, пока эксперты не вышли, не дали свое заключение. Ну а если говорить о реализации программы капремонта в целом, у прокуратуры, в частности, к вашему фонду, есть много вопросов. По 2018 году, по мнению ведомства, например, они считают, что программа вообще провалена. А как считаете вы, и в чем все-таки проблема? Ну, в большей части я, наверное, соглашусь. Первый квартал 2018 года, темпы первого квартала 2018 года были очень низкими. В части привлечения подрядных организаций и заключения с ними договоров подряда, как на строительно-монтажные работы, так и на разработку проектной документации. Хочу сразу сказать, что сейчас все работы осуществляются только после подготовки и принятия техническим заказчикам, то есть нами, рекоператорам, проектной документации. Следом проводится второй аукцион. Согласно этой документации подрядная организация выходит и делает все ровно так, как написано в проектной документации. Поэтому это все удлинило сроки ремонта, потому как процедура только конкурсная на первую услугу, как проектная документация, составляет от месяца до полутора с заключением договоров. Потом порядка двух месяцев – это разработка проектной документации и утверждение ее заказчикам, то есть фондам, и далее проходит вторая процедура аукциона – это привлечение подрядчиков, которые будут заниматься строительно-монтажными работами. И этот срок такой же, то есть опять полтора месяца и сроки в соответствии с графиком производства работ в зависимости от технологий строительного процесса. Поэтому весь контроль осуществляет на сегодня фонд. Также есть смертно-технический отдел, который осуществляет проверку на этапе проектирования, потом проверку документации смертной и актов выполненных работ на этапе закрытия объектов. То есть все вопросы, связанные с проведением некачественного, какие-то предложения от собственников, все осуществляет технический заказчик, то есть рекоператор. – Ну а все-таки в чем главная проблема? Подрядчики не хотят бороться за все эти работы? – Нет, на сегодняшний день тенденция такова, что у нас нет аукционов, которые бы не состоялись. То есть я считаю, что подрядных организаций на сегодня достаточно. Кроме того, в рамках того же 615-го постановления, которое вступило в село в октябре 2016 года, данные подрядной организации прошли жесткий отбор на уровне Минструя каждого субъекта, в частности Омской области, и включены в реестр добросовестных организаций. То есть они как бы сейчас, требования к ним ужесточились. Основная проблема для нас – это очень большие плановые цифры. Но полторы тысячи домов в год выполнить силами фонда нереально. Поэтому вот это основная проблема. Над ней сейчас на уровне Минстроя проходят обсуждения, как выйти из этой ситуации и какие действия нужно предпринять. Региональный фонд также принимает в этом участие. – Ну и в связи с этим, сколько домов вы планируете отремонтировать в 2019 году? И если делать прогнозы, удастся это сделать или нет? – Ну смотрите, на сегодняшний день уже порядка 450 домов заключенных договоров контрактных. Обязательно себя фонд взял в рамках проведения уже монтажных работ. И более 700, а если быть точным, это практически 800 домов уже заключено договоров на разработку проектной документации. То есть вот на эту цифру мы будем ориентироваться. – Ну а реально будет ее к концу года выполнить? – Ну, давайте будем в конце года, наверное, еще встречаться и подводить некий анализ. – Материй Александрович, спасибо вам большое. А я напоминаю, с нами был Дмитрий Пестряков и к другим темам дня. До места назначения не добрались. Двое амичей попали в больницу после поездки на общественном транспорте. Пострадали они из-за того, что автомобиль перевернулся. Серьезное ДТП с участием маршрутки случилось на перекрестке проспекта Маркса и улицы Серова. Как рассказали инспекторы ГИБДД, пассажирская «Газель» столкнулась на дороге с иномаркой. В результате машину повело в сторону. Она зацепила еще один автомобиль, стоящий у дороги, и от удара опрокинулась на бок. По чьей вине произошла авария, теперь предстоит разбираться с сотрудником ГИБДД. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне микроавтобуса находились три пассажира, двое из которых доставлены в медицинское учреждение. «Газель» двигалась по маршруту номер 385, это Стрельникова, ПО «Эртыш». В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины данного происшествия. Количество ДТП в Омск области увеличивается, а виноваты во всем слишком хорошие дороги. Так сегодня заявили в мэрии. По данным ГИБДД, к концу 2018 года количество мест, где после ремонта водителя нарушают скоростной режим, увеличилось до 128. В результате происходят многочисленные аварии. Не отрицают этой взаимосвязи и чиновники. Сегодня первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин еще раз подтвердил данный факт. Тем не менее, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в городе продолжается. В 2019 году будет отремонтировано 17 объектов. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Место количества чиновники обещают омечам качество. Отремонтированные дороги обещают снабдить даже ливневой канализацией. Инженерные коммуникации будут проложены вдоль четырех магистралей. На улице Конева, Кондратюка, Транссибирской и вдоль третьего разъезда. В этом году у нас получается комплексный ремонт. То есть то, о чем жители просили и всегда говорили, что необходимо комплексно делать дороги. И ливневку, и ограждения, и бордюры восстанавливать, и обочины отсыпать, и тротуары ремонтировать. В том числе там, где плитки тротуара, в плитки восстанавливать, там, где в асфальте, в асфальте, ограждения. То есть появилась возможность этого года в рамках национального проекта это делать. И мы подошли комплексно к этому вопросу. Ремонтировать дороги в Омске начнут в мае, когда позволит погода. Стартует с центра. Улица Гагарина, 10 лет Октября, Ленинградская площадь и Масленниково, первые в списке. Всего на дорожные работы Омску в рамках нацпроекта выделены 1 миллиард рублей. Большая часть это помощь Федерации региона. Вклад муниципалитета невелик. Из городской казны в общую сумму выделено 120 миллионов рублей. Зато у мэрии наконец появилась возможность заняться междворовыми проездами и частным сектором. А вот какие конкретно объекты попали под аварийно-восстановительный ремонт, в этом году чиновники говорить отказались. Жители, которые проживают на дорогах 3, 4, 5 категории, конечно, будут довольны. Мы до них особо никогда не доходили. Это межквартальные проезды, это в частном секторе, где не ходит общественный транспорт. Там вот эти работы будут производиться. По количеству автомобильных дорог мы его уточним. С осени у нас перечень составлен, но я его озвучить не буду. Под наблюдением камер и экспертов. Родители, выпускников и чиновники регионального правительства вернулись в школу. За партой их заставилось сесть ЕГЭ. Кто-то проверяет саму процедуру и собственные знания. Другие же намерены помочь своим детям в будущем подготовиться к испытаниям морально, испытав на себе все, что предстоит пройти выпускникам. В Омской области в этом году ЕГЭ сдают более 10 тысяч школьников. Как будет проходить итоговое испытание на примере экзаменации родителей чиновников, увидела наша съемочная группа. Паспорт, черная ручка и вода. Родители омских школьников и чиновники готовятся к незабываемым ощущениям. В ближайшие несколько часов каждый из них сможет лично узнать, что чувствуют выпускники во время сдачи ЕГЭ. На школьной линейке всем объясняют правила сдачи единого госэкзамена. Нельзя пересаживаться на другое место, нельзя разговаривать. То есть обстановка должна быть спокойная, рабочая и доброживательная. Эксперимент, видимо, небезопасный для здоровья. Для участников делают небольшое исключение. Разрешают взять в класс таблетки и шоколад. От сладкого участники отказываются. Проверка металлоискателем, рассадка строго по спискам и видеонаблюдениям. Однако в этот раз камеры не работали. Хотя об этом участники не догадывались и заметно волновались. В соседней аудитории родители чувствуют себя раскованнее и не скрывают улыбок. Наталья Гликушина пришла на экзамен ради сына выпускника. Уверяет, что совсем не волнуется, ведь оценка ее уровня грамотности уже ни на что не повлияет. А вот знание процедуры аттестации поможет морально подготовить сына. Перед ЕГЭ все равны. И родители школьников, и министры. Дмитрий Крикорьянс, министр по делам молодежи и спорта, на единый госэкзамен пришел не за оценками, а чтобы сын-студент еще больше уважать начал и гордился. Если не блестящим знанием великого и могучего, то хотя бы смелостью. Глава Минспорта признается, по-русскому никогда не был быстрее, выше и сильнее. Волнуетесь? Да, очень волнуетесь. Почему? Ну, потому что, как бы, я учил русский язык почти там 40 лет назад. А какие правила помните? Ну, уже шик, то, что не помнит. Потом оловянный, деревянный и прочее. Так, что еще из русского? Ну, я знаю там глаголы, подлежащие, сказуемые, существительные, прилагательные и суффиксы с окончаниями. Участники эксперимента с единым госэкзаменом и не скрывают, требования современной школы – настоящая головная боль для выпускников. Истории о стрессах и психологических срывах в канун экзаменов сопровождают каждый ЕГЭ. Для родителей, которые переживают за своих детей и даже для чиновников, хотя результаты ЕГЭ и убрали из перечня показателей оценки эффективности работы власти на местах. Тем не менее, губернатор Александр Бурков, который пришел поддержать своих подчиненных на экзамене, отмечает, регион находится в передовиках по уровню организации ЕГЭ. Теперь нужно работать, чтобы средний балл по области был высоким. На вопрос, почему глава региона лично не покажет, как нужно знать родную речь, отвечает – недословесности, слишком много важных дел. Меня действительно включали, просто сейчас назначено мероприятие, которое мне не позволит сдать ЕГЭ. А так я, как родитель, тоже стремлюсь познать, что такое сегодня ЕГЭ. То есть готовы правила, помните? Ну, не так уж четко, но думаю, что справимся. Видимо, среди областного топ-менеджмента русский язык не в почете. Но из всего регионального кабинета министров сдавать ЕГЭ по русскому языку рискнули только министр спорта и министр образования. Татьяне Дерновой по статусу положено. Похоже, только ее и не пугают правила русского языка. Уверяет ЕГЭ, она проходит ежегодно, а в прошлом году даже участвовала во всероссийской акции. Впервые в качестве экзаменуемого. У нас было всего 30 минут. Это не полный контрольный измерительный материал. Поэтому вот по той шкале, которая традиционно поступает, стабильно оценивает наших детей, нас, конечно, не оценивали. Но при этом я знала, в каких заданиях я допустила ошибку. Причем по поводу одного задания мы попытались поспорить в аудитории, но нам сделали замечание. И напугали тем, что нас удалят с экзамена. То есть все было очень серьезно. Но меня это мотивацию внутреннюю создало. Я пришла, открыла компьютер и начала вспоминать это правило. Остальные прислали отдуваться по русскому своих замов, которых даже немножко было жаль. Ведь списать не было никакой возможности. Кроме камер общественной наблюдатели. Алибек Ибраев уже следил за прохождением более 30 экзаменов. Говорит, присутствие Российского союза молодежи на ЕГЭ гарант чистоты и прозрачности результата. Уверяет, чиновники те же люди и поблажек им никто делать не будет. Под таким жестким прессингом даже бывалые госслужащие начинали волноваться. Что уж говорить о школьниках. Хотя некоторых ЕГЭ вдохновляет на настоящий креатив. Самое интересное было, это вот шпаргалка была на воде. То есть там то ли каким-то, то ли мылом, то ли чем была написана формула. То есть у нас в Омске такого не было. Это вот я с коллегами из других регионов разговаривал. И когда там вот бутылку с питьевой водой поворачиваешь определенным углом к свету, и эта формула высвечивалась. Впрочем, какими бы ни были изобретательными участники, аттестации правила для всех одни. И, как уверяют специалисты, если подготовиться к ЕГЭ по всем правилам, можно обойтись без стресса. Именно для того, чтобы развеять мифы о пугающей процедуре, и проводят в регионе акцию для родителей. В этом году на место буручих выпускников сели более тысячи человек. Россиян начнут насильно вытаскивать из долговой ямы. Законопроект об уроничении долга, скорее всего, будет принят уже в текущем году, сообщает «Известия». Проще говоря, кредиты будут выдаваться при условии, что на его погашение заемщик потратит не более половины своего дохода. При этом будут учитываться взятые ранее суды. То есть на новый кредит можно не рассчитывать, пока не раскритаешься со старыми займами. Банги уже раскритиковали инициативу. Во-первых, серьезные кредитные организации и без того достаточно строго подходят к оценке платежеспособности потенциального клиента не совсем понятен механизм оценки семейного дохода, поскольку серые зарплаты продолжают существовать, но подтвердить их официально заемщик не сможет. Тем не менее, авторы законодательной инициативы уверены, ограничение выдачи кредитов по уровню дохода благоприятно отразится на финансовом состоянии россиян, поскольку будет препятствовать росту закредитованности населения. Впрочем, даже без нового законопроекта с 1 октября 2019 года банки обязаны будут рассчитывать уровень долговой нагрузки при выдаче кредита от 10 тысяч рублей, а также при увеличении ремита по кредитной карте. Впрочем, как отмечают специалисты, финансовое поведение россиян и без внешних стимулов становится лучше. В прошлом году в среднем на обслуживание кредита граждане тратили не более 1,4 семейного бюджета, и лишь 12% заемщиков вынуждены тратить на погашение долга более половины своих доходов. Даже при скромных доходах можно не жить в кредит, считают экономисты. Деньги должны работать, но прежде чем инвестировать свои сбережения, например, в ценные бумаги, нужно внимательно оценить ситуацию на рынке. Банк России расследует причину аномального взлета акций компаний, объединенные кредитной системой. За февраль она подорожала сразу в 75 раз, почти до полутора триллионов рублей, и вошла в топ-10 самых дорогих российских компаний, оставив позади, например, Яндекс. Бумаги ОКС каждый день дорожают, в среднем на 30%. Причина аномального роста котировок компании две, считают эксперты. Либо некий круг лиц продавал бумаги, сознательно поднимая цену, либо же виноват в технический сбой. Рост связан с некорректной работой автоматических торговых систем. Так или иначе, проверять аномальный рост котировок будет регулятор. В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения. Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива в целях обеспечения справедливости рыночной цены. Объединенные кредитные системы почти полностью принадлежат НПФ «Благосостояние», которое управляет пенсионными резервами сотрудников РЖД. По итогам проверки Центрального банка компании могут выписать штраф или даже возбудить против нее уголовное дело. Это были главные новости на сегодня. С вами была Мария Васькова. До встречи в Опере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова